Несколько моих друзей, которые работали в газетах, всего лишь за критику посадили в тюрьму. Я тоже в опасности. Как только я пересеку границу и приеду в Иран, сразу же отправлюсь за решетку. Если напишешь что-либо критическое про власть и ее деятельность, то сразу же бросят в тюрьму. Поэтому очень много журналистов попали за решетку. Вот, например, есть два репортера. Один постоянно писал о состоянии Махсе Амини, убитой полицией нравов. Когда она умерла, тоже сообщил об этом. Второй сделал интервью с родителями Амини. Сейчас они оба в тюрьме. В Иране нет ни малейшей свободы слова. И даже после того, как освободишься, действует запрет на работу в журналистике. Приходится трудиться где угодно, но только не в СМИ. Все, что вы видите и слышите в иранских СМИ, это пропаганда. Они показывают иногда судебные процессы или людей, которые сидят в тюрьмах, как средство запугивания противников режима. Даже если в прессе что-то сообщают о протестах, то информация искажена. Говорят, что это наши враги или люди, которые работают на западные страны, Израиль, Америку, что они проплачены Западом. Но люди в Иране уже не верят тому, что показывают СМИ. Они прекрасно все понимают и видят пропаганду. У нас было несколько волн протестов. С 90-х это были митинги студентов. В 2009-м так называемое «зеленое движение». В 2019-2020-м люди выходили из-за экономической ситуации. И все протесты режим жестко подавлял. Раньше вспыхивало в одном месте, в каком-то отдельном регионе или городке. Сейчас протесты проходят более чем в 165 городах по всему Ирану. И все хотят лишь одного, чтобы режим пал. И в этот раз люди не говорят о реформах. Они просто хотят, чтобы наконец-то поменялась власть. Право женщин в этот раз на первом месте. Раньше говорили женщинам, помолчите, есть проблемы и поважнее. Но сейчас положение женщин, подавление их прав – одно из главных. Поэтому происходящее иногда называют еще революцией феминизма. И все это вселяет в меня веру, что идет революция и что люди больше не согласятся на компромисс с режимом. Я надеюсь, что мы будем бороться до конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова